Продолжение следует... 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 Волны больны, им больше не больно, значит мы ищем тебя. А я же нашла их, а мы все еще ищем тебя. А я знаете, как нашла их? А я нашла их с помощью вот этой, да, прямо с помощью вот этой банки. Знаете, как это было? Я вам сейчас расскажу. Все было так классно, так классно и так неожиданно, так неожиданно. Вы представляете, я оказывается... Вот она, вот как умеет. Я нашла в этой банке письмо. Ну, такое обыкновенное письмо, но обычно же в банках всегда письма. И в этой банке было письмо. И оно, знаете, что делало? Оно светилось. И тогда я поняла, что мне нужно найти того, кто его написал, потому что я-то, в общем, тоже свечилась, но так, иногда. И настроение хорошее. И знаете, что, давайте мы с вами поиграем. Давайте мы попробуем с вами найтись. Но вдруг кто-то из вас тоже наш. Я прям знаю, что кто-то из вас точно наш. Но вот точно, вот ты наш. Вот прям сто процентов. И я предлагаю тебе поиграть. Готова? Тогда, не бойся, суй сюда свою руку. Доставай оттуда бумажку. Никому ее не показывай, но читай. И вот сейчас все должны прямо запомнить, что нужно сделать. Потому что я бы очень хотела, чтобы вы подходили к этой банке, читали там задания, брали вот тут вот ручку, писали свое задание для того, кто прочитает какой-нибудь задатель. И вот этот обмен, обмен заданиями, он обязательно свершится. И мы тогда поймем, чьи слова засияют. И тот наш. Это не обязательно прямо сегодня. Ну, в смысле задание обязательно прямо сегодня. А выполнять их совсем не обязательно прямо сегодня. И все получится. Договорились? Вот. Потому что именно так вот, именно так я нашла смотрителя маяка. Вы можете себе представить? Это же потрясающе совершенно. Самого смотрителя маяка. Ну, это еще кто кого нашел. Это же я писал письма и рассказывал их под баночки. И отправлял эти баночки по течению в море, там, где вы их нашли и прочли. Ну, не важно. Все равно, если их я нашла же. А я... Да, действительно. А я сидел на своем маяке. Но я не просто так сидел на своем маяке. Сейчас я расскажу свою историю того, как я искал и нашел. Это вот когда ты думаешь, что хочешь кого-то найти, но ничего при этом не делаешь специально. То есть ты просто живешь и выполняешь свою работу. И у тебя есть твой долг. И ты делаешь то, что должен делать, но думаешь, что ничего ты не делаешь специально. А потом вся Вселенная слышит тебя. И она все подстраивает в последний момент таким образом, что все складывается само. Вот ты искал себя, искал, и ты светил другим, ты светил с помощью своего маяка, ты отправлял эти письма. И вот, в конце концов, в какой-то момент ты понимаешь, что ты нашел. Нас. Нас нашел. Или кого-то еще обещал. Или кого-то еще обещал. Себя. А потом всех нас. Назови мое имя вслух. Я хочу услышать, как звучат отголоски солнца в твоих словах. Обещали давно дома. Прохутились крыши. Износились сердца на ладонях надежды прах. Назови мое имя шепотом. Или громко прокричи его сквозь пространство и времена. Я все время иду по край, по самой громке. И меня так изводит мучая тишина. Ты же знаешь, со временем все. Почти все проходит. Только имя нетленной вечности кружева. Это будет, наверное, лучшее из мелодий. И, конечно, намного пронзительнее, чем слабо. Очень интересно, а как она нас нашла? Как она нас нашла? А как она нас нашла? Ой, дядя, это не наш. Как это? Подожди, ну ты же нас нашла, когда мы не нашли. А ну, Ростя, вы что? Ну, расскажи, вдруг нам пригодится? Нет, нам нужно. Нам тоже, но он не пригодится. Ну, почему? Ну, какой был твой? Я вышла в окно. Ты вышла в окно? Нет. Это не наш выход. Нет, это не наш выход. А так, все, домой выход? Нет. Фух. Лыл бы вам с такими приключениями невероятными. В общем, угощайтесь, пожалуйста. Заглянул на парочку островов своих любимых и привез вам всякие вкусняши. Это вам. Значит, меня зовут маленький дракончик Ленин. Пожалуйста, вам. Угощайтесь. Я родился в самом глубоком месте планеты. Как оно сейчас называется? Мариинская память. Ну, конечно же. Я родился в океане. И знаете, сейчас у меня дилемма. Я никак не могу найти смысл жизни. Кто-нибудь знает смысл жизни? Где он? Вот, может быть, у вас есть под столом этот смысл жизни? Я знаю. А посмотрите, у вас под столом смысл жизни есть? Я знаю. В общем, мой друг, Кассиролик, сказал, что в этом мире я смогу найти смысл жизни. Но, не знаю, есть ли он на самом деле, существует ли он на самом деле, Кассиролик? Да, да. Смысл жизни существует. Но тебе я телефон не скажу. Смысл жизни существует, но, блин, ведь иногда ты вот думаешь уже, что нашел его, год думаешь, что нашел, два думаешь, что нашел, а потом берешь, находишь. Ну, а что некоторые, а некоторые... Со смыслом жизни мы еще разберемся, жизнь покажет. А вот, я хочу за вопрос, а вы-то нашли то, что искали? Кого искали? Нашли? Нет, кого-то не хватает. Попробуй, пошло. Мне кого-то не хватает. Я хотела бы Питер увидеть твоими глазами. Проходить зачаровано, не вспоминая порой, что я тут не сдала свой ступительный бузе, экзамен или тут. Я так часто бродила со сказшей сестрой. Мне хотелось бы Питер увидеть впервые сегодня, наслаждаясь амбазной подсветкой раскрытых мостов. Мне хотелось бы быть от вчера и от завтра свободней тем, кто каждую мелочь запомнить, заметить готов. Мне хотелось бы Питер сейчас, увидеть сейчас, словно город, где не надо с утра на работу, а после домой. Но сегодня суббота! Суббота, приятная работа! И значит, есть повод подарить себе самую светлую ночь над тобой. Какая ты красивая! Ой, как-то из розовых очков все такие красивые, но на самом деле что-то мы затянули, потому что мне кажется, что мы же уже почти все нашлись. И ведь у нас, у нас тоже получилось. Поэтому я объявляю безумный аттракцион! Какая разница! Все, кто пришел с бандой, где ваши банды? Покажите мне ваши банды! Вы дадите вашу банду! Я хочу ваши банды! Еще есть! Минуточку! Сейчас мы обменяем ваши банды на настоящую валюту волшебной страны! Вау, какая банка! Давай, вау, вау! Я хочу, как-то отлично! Отлично! Банка! Вы уже почти пахаче! Сейчас! Банка! Банка! Снимите деньги! Ваши банды! Три! Три! Снимите! Снимите! Ааа! Смотри, какая банка! 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 Да! Кто еще без банки, кто с банки? Кого еще нет в банке? Я же в банке. Банка! Итак, господа, все, кто пришел с банкой, получают 10 арчебаксов. Все, кто решил с банкой не приходить, получают 5 арчебаксов. Соответственно, мы знаем, что у тех, кто пришел с банкой, очевидное преимущество в нашем аттракционе. Аттракционе? Нет? Аттракционе. Все получили арчебаксов? А вы еще нет арчебаксов? У кого нет арчебаксов? Вот еще арчебаксов! Вот арчебаксов! Нет арчебаксов! Нет арчебаксов! Дай, скорее! Дайте мне срочно денег! Арчебаксы! Нет арчебаксов! Красавчик ты со арчебаксами! Вы можете объединяться вместе и покупать на лото! Все? Все получили арчебаксы? Все получили арчебаксы? Все получили арчебаксы? Да? Все получили арчебаксы? Ладно, хорошо. Кто громко не заявляет о себе, кто достанется без подарков? И так, мы пришли за артишками. Но мы хотим дать вам нечто большее. И я объявляю первый лот нашего аттракциона! Аттракциона! На маяке я жил со своим домашним питомцем. Мой питомец это Чайный Гри. Про него в этой книге есть целая глава. Очень интересная глава. Очень интересная длинная глава. И вкусная. Я помню Брин практически с того момента, как я сам осознал себя на маяке. Дело в странных отношениях маяка со временем. Он имеет мгновение проявляться в разных реальностях. Мне надоело! Мне надоело! Короче. Итак. Дело в том, что у моего чайного гриба родился внук. Самый настоящий. И это не шутка, друзья! Да, да, да. Внук. У него еще нет имени, у вас есть шанс его назвать. Да. Дело в том, что если вы дома сварите чай, отфильтруйте от него заварку, сладкий, очень сладкий чай, положите в банку, и положите в банку содержимое этого конверта, то через где-то неделю у вас будет такой же чай, как мы пили на маяке. Чай из настоящего чайного гриба! Итак. Ставка. Один арчебакс. Кто больше? Два. Два арчебакса прекрасного мужчине с улыбкой. Кто больше? Два арчебакса раз. Два арчебакса раз. Два арчебакса два. Два. Мне кажется, они не понимают ценности этого прекрасного чая, друзья. Пять арчебаксов! У-ху! Пять арчебаксов! Кто больше? Шесть. Шесть арчебаксов! А у него нет! Покажи свой арчебак. Хорошо. Шесть арчебаксов раз. Вы можете объединяться, если кому-то не хватает арчебакса. Вы можете найти друг друга при помощи арчебакса. Не хотите друг другу возле пить один чай? Итак, шесть арчебаксов раз. У меня есть арчебакс! День! День! Кошка шок! Один! Одинадцать арчебаксов! Прекрасная девушка в клеточку! Кто больше? Одинадцать арчебаксов в лес! Тринадцать арчебаксов! У-ху! Кто больше? Тринадцать арчебаксов за внука чайного гриба! Четырнадцать арчебаксов! 15 девочков в клеточку! 15! 15 девочков! Боже, я сейчас взорвусь! 15 девочков! 16! 16 девочков! Клеточка пореждают! 16, кто больше! Я видела этих трех прекрасных женщин! Давайте, жгите! Что? Объединяйтесь! Вы не пришли без банок! В этом все дело! Итак! 15 арчебаксов раз! 16, умеешь считать, наконец-то! 16 арчебаксов раз! 16 арчебаксов два! 16 арчебаксов три! Браво! Поаплодируем! Итак, привет! Предлагай свой лот, да! Поехали, поехали! Итак, хотела строить какую-то долгую и грозную историю представления своего лота! Но! Я этого делать не буду! Поменял концепцию напрочь! Прямо сейчас! Итак! Все знают, где-то в океане в нем целый Титаника! И мне посчастливилось плавать в этом океане! И я, в общем говоря, нашел эту штуковину неподалеку от Титаника! Не знаю, откуда она там появилась! Может быть, какие-нибудь охотники за сокровищами где-то потеряли, обранили! Но! У меня есть самый настоящий колокол с Титаника! У-у-у! И так! Я хочу включить его в зал, чтобы люди могли посмотреть его, посмотреть его, извините! Передавайте остальным! Титаник, 1912 год! Год когда его отлили! Год когда он, к сожалению, потонул! Итак, меньше разговоров. Начинаем нашу жару. Начальная ставка. Один ровчебакс. Пять ровчебаксов. Пять ровчебаксов в кудрявой одежде с очками. Такими же, как у меня. Пять ровчебаксов. Шесть ровчебаксов. Шесть ровчебаксов. Восхитительная пара. Шесть ровчебаксов. Восхитительная пара. Шесть ровчебаксов. 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 15 арчевальцев раз, 16 арчевальцев раз, 16 арчевальцев два, 16 арчевальцев три, прекрасная пара! Я надеюсь, у вас голос за силы дети! Обязательно заберете у нас после презентации, итак? Итак, следующий раз! Чтобы вы ушли с ним! Мы боимся вас потерять, на вас так время скажите! Друзья, сейчас очень важный момент! Ну как вы поняли, конечно же, поскольку я сюда прибыла на банк и пришла сюда с банкой, с вас мы требовали банки, только месяц, в каждую минуту у нас будет банка! Ну, друзья, но это не обычная банка, это волшебная банка, из которой можно пить чайный гриф из внука, арчембой! Я только напекаю там историку, что вам жизненно необходима эта банка! И более того, у вас будут выполняться обязательно все желания! Знаете, когда я на половину пустарь, на половину полная! Вот она всегда полная, потому что желаний у вас всегда много, а тот, кто оттуда пьет, они исполняются! И так, один арчебак за волшебную банку с позитивной радостью! Два арчебакса! Два арчебакса! Пятнадцать! Пятнадцать арчебаксов! Можно ржав? ... Двадцать арчебаксов раз!!! Кто больше, чем 20 арчебаксов? 20 арчебаксов раз! 20 арчебаксов два! 20 арчебаксов три! Я в шоке. Это та самая карта. Я нашла по ней своего мартовского кота. Это моя карта звездного неба. Она приносит любовь. А почему она приносит любовь? Потому что по ней находит своего возлюбленного. Да, я так нашла. Я всегда учусь летать, и для этого мне нужны обязательно звездные карты. Я всех вас нашла по звездным картам, но это, это особенное. А кому ты нашла? Она нашла своего кота. Она же сказала. Кто еще хочет найти своего кота? Кто хочет найти свой ремонт? Один арчебакс за волшебную звездную карту! Кто готов? Один есть! Пять арчебаксов за волшебную звездную карту от кошки шок! Шесть! Шесть арчебаксов женщин в моем сердце! Десять арчебаксов также она будет щелкнуть мою мужчину! Она обязательно встретит, это заболтованная карта! Десять арчебаксов, но больше! Девушки, а вы уже нашли своего кота? Вы нашли! Дайте в дом! Какого кота нет? Один из арчебаксов у окна арчебаксов! Двенадцать! Шесть! Шестнадцать арчебаксов у миллионера арчебаксов! Двенадцать! Восьмнадцать арчебаксов у вас будетenger準備! Девятнадцать арчебаксов я не могу не закончить! Двадцать один, Двадцать семьарчебаксов у мужчин, Мужчина, который молчал, а потом всех сделал. Он дырил арчеваксов на месте своей кармана, друзья. Итак, господа, 27 арчеваксов раз. 27 арчеваксов два. 27 арчеваксов три. Ру! А я хочу вам представить вот этот цветок. Он называется «Стрелиция». Именно так я выгляжу в нашей сказочной стране. Этот цветок растет в далекой Южной Африке. Он такой красивый. Он может вырастать в горшке из семян. А еще его можно приобрести. Ну ладно, этот цветок на самом деле обожает тяжелый рок. Ну, по нему же видно. Да, по нему же видно, что он немножечко того. Так что, кто хочет цветок из волшебной страны, не просто цветок, цветок рокер. Единственный в Санкт-Петербурге на сегодняшний день. Ой, как тяжело было его найти. А еще есть маленький секрет. Он раскрывается вот так вот по кругу, по кругу, по кругу. Их стоит очень долго. Очень долго просить у вас дома в напоминании о нас. Итак, цветок стрелинца рокер, один арчеваксов. Начинаем! Один арчевакс. Пять арчеваксов раз. Пять арчеваксов, господа, это настоящий хеликолист. Восемь арчеваксов. Кто больше, кто больше восьми? Десять. Десять арчеваксов для прекрасной пары. Десять арчеваксов, кто больше, что закончились арчеваксы. Арчеваксов, что-то замолчал. Десять арчеваксов, господа. Одиннадцать. Одиннадцать арчеваксов. 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 Четырнадцать арчеваксов. Четырнадцать арчеваксов. Четырнадцать арчеваксов. Четырнадцать арчеваксов. Дайте в долг. Кто больше? Господа, ну что вы сдулись. Все, хочу продать ей. 18 аршивов за фраз. 18 аршивов за фраз. Итак, господа, пришло время моего лода. Меня зовут Мурува Уруш. И я хочу представить вам портал «Волшебную страну». Именно с этой картинки начался весь замес с нашей книгой. Именно эта картинка находится на ее обложке. И именно сквозь эту картинку вы можете проникнуть в нашу волшебную страну. Это не копия, друзья. Это оригинал. Исключительный оригинал. Итак, господа, портал «Волшебную страну». Один аршивак. Кто больше? Два. Пять аршиваксов. Пять аршиваксов под махну. Десять. Десять аршиваксов под прекрасного мальчишки. Пятьнадцать. Пятьнадцать аршиваксов от женщины, которая хотела любви. Шестнадцать. Двадцать. Двадцать аршиваксов от моей лучшей подруги. Один. Один. Двадцать аршиваксов от этой восхитительной семьи. Двадцать два. Двадцать два аршиваксов. Господи, я могу себе нарисовать другой. Двадцать три. Двадцать три аршивакса. Посмотри, как он хочет этот портал. Помогите мальчику. Помогите мальчику. Дайте ему аршивакса. Двадцать аршиваксов от этой восхитительной семьи. 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 оставь, он будет там расплачиваться. Конечно, что вы надеялись деньги у ребенка. Итак, господа, мы закончили нашу сумасшедшую часть и перейдем теперь в участие. Если честно, каждому из нас есть что сказать. Если честно, каждому из нас есть что сказать. Мы создавали книгу больше года и в порядком измучились. Но больше всех измучился Анатолий Карпов. Мы хотим, что мы хотим. Мы хотим, что мы хотим. Скажите, пожалуйста. Да, он это человек, у которого кровь просто шла из глаз, потому что он учитывал все наши ошибки, которые почему-то появлялись снова и снова. И еще он заставил нас поменять все буквы Е на буквы Ё. Ну, которые уместны, конечно. Относите какой-то вклад в русский Ё. Просто он учитывал все буквы Ё. И поэтому мы хотим вручить ему Ёскар. Ёскар! Мы учитываем Ёскар, который поздравляет. Анатолий Карпов. У него слабая карьера, она так сможет, чтобы он прибыло в разных состояниях. Да. И, пожалуйста, пока вы еще стоите, вы знаете, как говорим, мне так радуют такие силы, а так больше. Знаете, наверное, без каждого из нас всем угадайте кто это. Это Евгения Дальцова. Женя, ты мама этого проекта. Настоящая мама. Поэтому мы даем тебе свидетельство о рождении книги. Светлана Роза Боя. Светлана Роза Боя. Светлана Роза Боя. Светлана Роза Боя. Вот детские увечения. Год жизни книги. Красиво себе ровное. Сколько можете стать, если бы не розовой сетей, это выжидалось? На самом деле, хочется позвать на эту сцену всю нашу большую и очень дружную команду. Мы учились дружить друг с другом снова. Леса Юрина, поднимайся к нам, пожалуйста. Это удивительная девочка. Она выпустила две сессии на 24-м двери. Но смотри, представь, что вот здесь маленькая девочка. А представь, что у меня будет кто-то. Но мы не знаем теперь кто, потому что можно представить. Хорошо, и она с нами, друзья. Она все еще с нами. Очень хочется сказать на то. Он просил это больше не делать, но вот он спрячется в нигде и ухану. Стива! Он пройдет с нами огромную работу. Я не буду говорить какую, потому что не надо говорить ничего. Если бы вы меня просто знаете, это прям огромная работа. Я не знаю. Мы зовем Кристина. Кристина является одним из трех художников нашей книги. И она не просто так рисовала свои картинки. Она рисовала свои картинки, свои камни, потому что она очень скучала по своему смотрителю, посвящала ему бы рисунку в день, пока его не было. И я хочу спросить, пришла ли к нам третья наша художница Тая? Если честно, мы увидим Тая в первый раз в жизни. Мне это особенно приятно, потому что в книге моего героя зовут Тая, поэтому Тая... Ты прекрасна. Я очень рада. Это была знаковая встреча. Это очень талантливая девушка, но вы в книге увидите ссылки на ее инстаграм, обязательно зайдите, потому что она просто офигенно рисует. Я больше ничего не могу сказать. Может, ты чего-нибудь хочешь сказать? Может быть, для тебя есть что-нибудь такое, что ты хочешь сказать? Если нет, то не говори. Свои чувства и ощущения по поводу книги. Я верила, что волшебство есть, и мне кажется, что те люди, которые говорят, что в нашей современной жизни нет места для волшебства, просто не знают, что оно живет среди тех, кто сам его творит. Ну, хочется представить еще раз всех участников. Мы никого не забыли. Никто на нас не обиделся. Вахтанг! 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 Вахтанг, водитель эко-мобиля. Ого, у нас не было бы удивительных приключений! Это было в мире! Да, это полное безумие, потому что он водит настоящие волшебные эко-мобили, он всегда нам помогает, привозит, отлозит, ломается посредине дороги, и от этого еще интереснее, потому что получается приключения. Так, дальше мы не забыли никого. Поднимите руки, кого мы забыли. Поднимите руки, кто считает, что мы его забыли. А я знаю, я знаю. На самом деле, мы должны поблагодарить всех, кто сегодня здесь, потому что это те самые люди, которые после полутора лет... О, да! О, да, котенка! Полтора года вы слышали от нас только, вот книга-маяк, книга-маяк, у нас скоро будет книга, она скоро будет, и вы остались с нами. Друзья, спасибо вам большое! Еще я хочу поблагодарить ребят, которые вложились в нас на Планете.ру, потому что это была очень мощная поддержка. Паша! Паша, встань! Спасибо! Просто Пашу я знаю лично. Если кто-то еще нас поддерживал на Планете.ру, встаньте, пожалуйста, я хочу на вас посмотреть. И сейчас мы все узнаем как-то. Спасибо вам огромное, потому что это было очень круто. Ну и хочется представить, ну, тех, кто не знает, и приходил здесь мимо, по рекламе, в Инстаграме, к нам зашел, хочется объявить авторов, да, наверное, еще разочек, ну, вдруг кто-то был. А я хочу про Сашу еще сказать. Она все время приходит нас фоткать, а потом прячется. На фотки у нее волшебные, правда. Это было потрясающе. Я вчера Саша посыплю. Саша, приходи, пожалуйста. Но Саша, если ты не позвала так-то. Я бы все равно пришла. Саша, спасибо тебе. Спасибо. Вот видите, она не хочет на сцену, но мы ее очень любим. В общем, ребята, в общем, что будем объявлять? Мне кажется, это скучно, пристараться называть одни и те же фамилии. Мы не будем этого делать. Тут все написано. Давайте, в общем, что? Давайте мы наконец-то вам отдадим ваши книги. Ну, те ценные 15 экземпляров, которые у вас есть. И те, кто покупал их на планете, тоже их получат. И у нас есть такая небольшая замездочка. И небольшие списочки. Мы бы хотели знать лично тех, кто хочет получить книгу, но не получит ее сегодня, потому что вас все-таки больше, чем 15 человек. Мы бы хотели просто, чтобы вы нам сказали, кто вы есть. Оставьте свой телефон. И как только у нас появятся следующие экземпляры, вы сами связаны. И это, скорее всего, будет в понедельник. По крайней мере, так нам обещают в типографии. Дело в том, что нам сказали в типографии, что как только они печатают какие-то другие книги, все нормально. Но как только они запускают на печать тираж очередной нашего маяка, все ломайте и происходит какая-то чертовщина. Я думаю, что во всем виноваты лапсы, о которых вы сможете прочитать в книге. Спасибо вам огромное. Объявляем безумный фотосет, автограф-сессию и еще какую-нибудь такую ерунду, которая обычно нужна на презентациях. Ну и, как всегда, маленький организационный момент, когда уже сердца шли и все забыли. Книги можно приобрести вон там, вон там. Они на стойке, они находятся, лежат красиво и ждут вас. Так что кто первый там в этапке и вот. Да, и мы можем их подписать, пока мы здесь. Потому что мы можем потом раствориться в пространстве. Леша, Оля, отойди, пожалуйста. Лене, дайте книжку. Лена, все моя Лена. Оля, мы здесь вот смотрите... Лена, высыпается! Да? О! Там какие-то блёны... Ки-и-и-и-и, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...